Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Городской круг Люберц. Лето. Самое время, может быть, ну, во-первых, тех, кто находится на каникулах, немножко разнообразить свой отдых, если вы никуда не уехали или, например, не знаете, чем занять себя. Такое же бывает. Ну, а те, кто продолжает свою работу, ничего не помешает им в выходные дни, например, побывать в музее. Тем более, что очень часто у нас бывают представители нашего музейно-выставочного комплекса и рассказывают о тех выставках, которые проходят в те самые дни, когда они находятся здесь, или о тех выставках, которые будут. И сегодня мы вновь говорим на тему музеев всех направлений и одного конкретного направления. Поможет нам в этом директор музейно-выставочного комплекса городского круга Люберца Татьяна Юрьевна Крюкова и методист музея истории и культуры поселка Малаховка Татьяна Васильевна Андреева. Здравствуйте! Добрый день! Ну, Татьяна Юрьевна, мы же, как знаете, как отчеты проделаны на работе. Лето сейчас самое такое вот, ну, фактически мы уже плавно перешли экватор лета, да, там уже не за горами и сентябрь и так далее. Правильно я понимаю, что летом, хотя я тут так призываю уже заранее, летом всё-таки в музеи не особо народ ходит, разъезжаются все, жарко, чего в музей-то ходить? Или ходят? Ну, вы правы, да. В летний период есть небольшой такой провес по посещаемости музеев. Если на улице хорошая погода... То чего ж в музей идти? Погулять хочется, правильно? Хочется, ближе к водоему, ближе к природе, к погоде. К огурчикам, помидорчикам. Но могу сказать, что музейно-выставочный комплекс для любителей такого отдыха также предлагает и познавательные программы. И сегодня мы знакомимся с музеем истории и культуры поселка Малаховка, который является структурным подразделением музейно-выставочного комплекса, который расположен в дачном поселке. А это такая история... И помимо обычных музейных каких-то программ, посещения выставок, экспозиций, экскурсий по музею, Музей истории и культуры поселка Малаховка предлагает пешие маршруты на свежем воздухе по территории дачного поселка Малаховка. То есть соединительных. И также с посещением других близлежащих муниципальных образований. То есть это как раз тот вариант, когда мы сочетаем летний отдых пеший, и конкретно мы обогащаем себя знаниями о том, как раньше говорили, крае, где мы живем. Татьяна Васильевна, скажите, пожалуйста, а почему вот Малаховка так отдельно все-таки становится? А вот есть Люберцы, 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 Бабах, Малаховка. Почему? Потому что Малаховка – это дача. А дача – это наше все. Это когда-то это вообще было все. Потому что как только начинался весенний, летний период, приезжали наши самые лучшие намоленные дачные места. А дачи начинались буквально почти от Москвы. Сокольники – это тоже было, в общем-то, подмосковье. Сокольники – это, пожалуйста, и Плющево – это и Шереметьевская станция, кстати. Да все, что за третьим кольцом потихонечку там уже. Все это было дачи, да. Замечательные дачи были в Коросково. Там, кстати, известный фотограф-крывец Салатин Алексей Тимофеевич. Ну и давно его уже, конечно, нет. Он умер в 1918 году. Но он большой вклад внес в пропаганду, в представлении этих дачных поселков. Он ходил со старым своим фотоаппаратом, купленным на последние денежки, поскольку он клерком работал на нашей железной дороге, недавно так еще построенной, второй половине XIX века. Ходил пешком и запечатлел все вот эти дачные наши места. Прекрасно. И мы пользуемся сейчас вот этими, так сказать, замечательными снимками, которые сделаны были еще в начале XX века. Так вот я начала. Коросково. Коросково он пишет. Причем он делал фотографии с описанием. Понимаете? Недавно все вот это раскрылось. Небольшая сейчас книга выпущена. по местам, по которым ходил Алексей Тимофеевич. И вот мы, то, что мы знаем из истории, да? Прекрасный лес был в Коросково. А Малаховка, так это вообще-то еще и озеро. Ну, это пруд. За прудом на реке Македонке. Македонка название такое тоже. Ну, Македонка, так вы знаете, она еще и любостатка называлась. И да, и разные названия. А вот Македонка, ну, это название закрепилось. И в истории сейчас вот мы знаем. То есть, как географическое название Македонка. Ну, это, конечно, не связано никак. А так хочется, чтобы было связано. Еще бы там шлем нашли. Да, шлем какой-нибудь. Да, да, да. Вот, нет, это, конечно, нет. Но пруд, это за пруда. Причем, вот недавно отмечали 350 лет со дня рождения нашего великого императора. Ой, и сейчас до сих пор будут отмечать, весь год будут отмечать. Да, естественно, юбилейный, да. За пруда была сделана по указу Петра I, не именно вот у нас здесь. То есть, строились оружейные палашные у нас вот конкретно в Малаховке. Еще как такового и не было, конечно, ни дачного поселка, ничего. Это просто место. Палашный завод. То есть, как бы типовые такие заводики. Ну, да, и большие заводики, пока не образовалась вот эта вот вся большая, так сказать, мануфактура там, значит, в Туле, да, тульские заводы. Это, кстати, тоже по его указу. И вот где-то приблизительно в 1725 году была построена запруда на реке Македонке. И был небольшой палашный завод, но следов не осталось. Но зато вот эта дамба осталась, это водохранилище. Местные жители ее называют озером. Но это пруд, неважно. Главное, что это замечательное место отдыха. Водоем. Да, водоем, замечательный водоем, да. Вот одно из мест... Я почему так вот к этому долго подходила? Потому что Малаховка стала действительно дачной меккой для очень многих москвичей, да. Ну, мы обязательно поговорим более подробно. Я хочу напомнить просто, что дача ведь... Я думаю, что и Татьяна Юрьевна меня поддержит в этом плане, и Татьяна Васильевна. Дача ведь это всегда некий показатель даже не столько бытовой стороны жизни. Да, ну, вот есть квартиры, там, дворцы. Да, я вот только из Питера приехал, и там эти дачи Репина есть, дачи Ахматовой. Ахматова вообще снимала дачу, вот, и завещала похоронить себя там, потому что ей там очень понравилось просто, да. А стоит такой, все думают, ну, что такое дача, вот что-то такое... Как сейчас дачу строят, да? Забор три метра и замок. А раньше дача – это, ну, очень такой, тоже своеобразный подход. Но это некое такое лирично-романтичное отношение к жизни, правильно? То есть там как вот люди просто немножко расслаблялись, выезжая за город. Верно, я понимаю? Совсем другой уклад. Совершенно другой уклад. Вот я и хочу сказать, что дачи – это вообще раздавали когда-то земли. Дача, подарили дачу. Но если мы смотрим уже конкретно в приложении к нашей железной дороге, к нашим дачам, да, сюда, кстати, приезжали люди разных сословий. Не только богатые, не только, так сказать, среднего сословия, там, служащие и так далее, клерки всевозможные. Кто нас крыл, кто ты приезжал. Ну да, Москва всегда притягивала к себе большие, так сказать, имела большие возможности. И Москва в начале 20-го века уже была миллионный город. Не, например, Парижа и Рима, там и полмиллиона не было. Потому что там другая совершенно структура, место жительства по-разному распределяется. Потому что везде была, видимо, одинаковая довольно жизнь для людей. Ну и дачи там совсем другие. А здесь, да, нет. А дачи – это чисто наши. Это наши, да. Почему уезжали? Ну, в Москве было дорого жить. И на лето выезжали люди, неважно, с каким кошельком, выезжали на дачу для того, чтобы здесь, так сказать, отдохнуть спокойно. Потом молочко привозили, рыбку ловили. Здесь же есть пихорка и всё. Ну, а, кстати, да, вы говорите, дача. Да, возьмём даже императоров наших любимых, царское село тоже, да. Они же уезжали и жили там практически всё лето, пока не холодно было. И даже топили летом, потому что всё равно ночью было холодновато, и печки работали даже. Да, да, но это уже реже на зиму оставались. Это уже кто здесь оседал на дачах. А в принципе приезжали с тёплого мая по тёплый сентябрь и уезжали. Они приезжали для того, чтобы расслабиться, для того, чтобы сохранить что-то в своём кошельке. Оздоровиться, как сейчас говорят. Оздоровиться обязательно. А для общения? Для общения. Для общения. Не только чай. Купчихи, вот это всё красиво, да. А вы знаете, вот, например, у нас в Удельной, а вообще это было Удельной, отдельной, так сказать, это Удельные земли императорские, царские. Там, например, жили двоюродные сёстры Александра Второго, да, и улица эта называлась в той железной дороге Великокняжеской, та, которая сейчас южная, вы представляете? То есть Великолекняжеский, так сказать, ну такой променад был. Рада, я понимаю, что, Татья Васильевна, у нас программа, она очень... Да, извините, не могу рассказывать. Вы очень так интересно рассказываете, что... Это моё. Да, хочется прям... Но я хочу к нашему разговору ещё Татьяну Юрьевну подключить. Вот у меня всё время такой возникает вопрос. Во второй части мы уже поговорим о конкретном маршруте. Не останавливайте. Не-не-не, не переживайте, это очень интересно. А как вот с точки зрения работы музейного комплекса? Всё-таки это же действующая территория. Там есть люди, которые идут пешком вместе с экскурсоводом. Вдруг заглянут куда-нибудь не туда или кому-нибудь в гости на понапросятся. Такое бывает? Как это с точки зрения юрисдикции работает музей в Малаховке? Ну, музей Малаховке – это структурно обособленное подразделение, у нас находящее немножко далеко от нас, имеющее свои преимущества, плюсы и минусы. У нас есть там музей. У нас там 8 постоянных экспозиций. Можно прийти посмотреть. Кстати, вот в 1921 году мы открыли ещё один зал. Зал советского быта. Все люди, которые того времени, приходя в этот зал... Идут туда плакать. Попадают. Ой, а у меня такое в детстве было... Это такая ностальгия по своему детству, юности. Это такие впечатления. Мы, в принципе, и созданы для того, чтобы дарить людям впечатление. Вот на фразе впечатления мы сейчас сделаем небольшую паузу и начнём во второй части всё-таки, что входит в эти 8 направлений, да, что можно посмотреть в музее, потом, конечно же, мы вновь вернёмся к датчам, потому что нам надо понять всё-таки, кто же там бывал, кроме родственников императора. Это программа «Открытый диалог». Сейчас небольшая пауза, а затем продолжим рассказ о Музее истории и культуры посёлка Малаховка. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Сегодня мы подробно рассказом Музея истории и культуры посёлка Малаховка. Но и то неподробно, потому что подробнее всегда лучше увидеть своими глазами. Правда, наверное, трогать-то нельзя, как в музее, да, прикасаться. Но, по крайней мере, увидеть, попасть в атмосферу и почувствовать вы это сможете. У нас в студии директор музейно-выставочного комплекса городского круглюберца Татьяна Юрьевна Крюкова и методист Музея истории и культуры посёлка Малаховка Татьяна Васильевна Андреева. И вот мы, Татьяна Юрьевна, остановились, так как это всё-таки ваше подразделение, связанное пуповиной с главным комплексом. Скажите, ну, это работает как музей, правильно? Да, это обособлено, ещё раз повторюсь. Структурное подразделение, имеющее свой фонд. Там есть у нас фонд и основной фонд, более 4 тысяч предметов музейных. И научно-вспомогательный фонд тоже 4 тысяч. То есть всё как положено. Да, всё, и статистика, и госкаталог, который мы обязаны до 2025 года внести туда, основной фонд, всё ведётся как подобающим образом. И помимо этого, там представлены постоянные экспозиции, поскольку музей – это обязательно постоянные экспозиции. Ну, конечно, да. То, на чём основано. Да, 8 экспозиций постоянных. Это и «Русский быт», это «Малаховка дачная», «Малаховка железнодорожная», «Малаховка театральная», «Комната Телешова». Естественно, обязательно дань памяти Великой Отечественной войне представлена. Есть даже часть, даже не часть, может быть, экспозиция Марка Шагала, потому что в «Малаховке» и он тоже был у нас в этом году. А я был у него дома в Итипске. Вот. В этом году мы как раз праздновали круглую дату со дня рождения Марка Шагала. Также у нас есть доска, которая была на сгоревшем Малаховском всем известном летнем театре. Также находится в этом музее. Кстати, в студии мы говорили очень подробно о театральной составляющей. Это была целая такая мода и такое направление. Татьяна Васильевна, давайте теперь поговорим. Столько направлений, даже не знаю, что ухватится. Завершая вот тему дач, давайте просто назовем имена, с которыми связано. Вот вы идете, рассказываете в пешем строю, что называется. И кто же побывал у нас там, кроме княжон? Княжон. А, ну, княжна, княжны. Княжны, княжны, да. Они были в Удельной. Это буквально по мостику перешел на противоположную сторону Македонки. Это поселок уже Удельный, дачный поселок. Это уже Раменский муниципальный район. Ну, в то время это все был обширный Бронецкий уезд. И Малаховка входила в Бронецкий уезд. И все, что до Пихорки, все это значит, был огромный Бронецкий уезд. Причем председателем уездной управы был внук Александра Сергеевича Пушкина, Александр Александрович Пушкин. О, как! Если поедете со мной на экскурсию, ну, например, в город Бронецкий, там можно посмотреть и, так сказать, памятник поставленный вот этому тоже замечательному человеку. То есть Александр Сергеевич Пушкин вот остался жив еще и в своем, или как бы воплотился в замечательном своем внуке, да. Внук продолжил вот такое замечательное дело и очень много сделал. Я почему об этом говорю? Потому что то, что было построено и сделано в поселке Малаховка после, ну, в начале 20 века, еще при жизни Александра Александровича Пушкина, это как раз при его содействии. Это гимназия, построенная в начале века, да, для, значит, обучения мальчиков и девочек совместно, причем по своей программе, знаменитая гимназия, очень известная школа, это сейчас существует, да. Это, конечно, и театр, потому что землеотвод, разрешение на строительство, какой бы там хозяин ни был. А хозяин южный, вообще, железная дорога, которая была построена в середине, значит, 19 века, она разделила все наши дачные вот эти места, они, собственно, и возникли благодаря железной дороге. Не будь железной дороги, не было бы, конечно, дачи, да, но разделила на южную и северную сторону. Поэтому у нас и наши маршруты экскурсионные, и все наши экспозиции, они так или иначе связаны с владельцами южной и северной стороны Малаховки. Так вот, южная сторона, где находится музей, это владение Телешовых в основном, да, но там были еще другие владельцы. Телешов Николай Дмитриевич, известный литератор, известный в дальнейшем, в общем, первый директор музея МХАТ. 25 лет он возглавлял этот музей, а здесь у него была, значит, дача, которую посещал Шаляпин, которую посещали Леонид Андреев, Бунин очень любил эти наши места. Он в своих, значит, произведениях не пишет там, что Малаховка, но выезжал в такое прекрасное место, где рядом озеро. Имени-то называлось Озеро, понимаете? То есть сразу можно... Да, читая Телешовых, он женат был на Елене Андреевне Корзинкиной, кстати, ее отец, крестьянин из Ярославской губернии, пешком в конце 18 века пришел в Москву и пробился в купцы первой гильзии. Как Ломоносов, только по другой линии. Да, чай там и прочее, вот эти товары, так сказать, южные, да, продавал. Ну и вообще-то очень известные люди, кстати, вот брат Елена Андреевна, он способствовал как и развитию, и строительству, устройству Третьяковской галереи, то есть меценаты, это семья знаменитая. Вот, они владели вот этой южной стороной Малаховки и, конечно, содействовали очень многим вещам, в частности, строительству гимназии и устройству там больницы, кланция, которая в Жуковском, это же была на их деньги построена, вот эта больница, которая до сих пор существует, не как больница, но уже она при храме там, но неважно. Главное то, что все это сохранилось. Да, да. А северная сторона Малаховки – это братья Соколовы. Мы должны помнить о том, что как раз театр был построен на их средства. Их отец был известный адвокат московский, деньги, конечно, были в семье. Причём вот, значит, Сергей, Александр Сергеевич, да, ой, забыла, неважно, в общем, один из братьев Соколов-Кречетов, да, он владел, не владел, он организовал издательство «Гриф», в котором печатался ранний Блок, Бальмонт и так далее, Андрей Белый и так далее. Вот они, вы понимаете, какие люди. То есть всё так совпало всё в этом районе. Да, как раз вот театром они занимались. Они построили театр в начале XIX века. К сожалению, в конце XX он сгорел и осталась, как вот Татьяна Юрьевна сказала, только вот эта вот доска разбитая, но мы её собрали, экспонируем. Когда читаешь вот эти вот имена, смотришь на них и думаешь, боже мой, здесь же весь малый театр, филиал малого театра у нас в Малаховке, да, так вот, дачный театр. Уже в те годы существовал журнал «Театр», который так или иначе рекламировал и рассказывал о театральной жизни России вообще, в частности, о Малаховском театре. Причём это были не просто антрепризные спектакли, не просто водовички рёгкие. Чехова ставили, там играла, значит, знаменитая наша «Чайка» Алиса Коуна. Представляете, даже приехать в 1911 году, целый сезон она посвятила нашему Малаховскому театру. Она играла там, причём в своих воспоминаниях она пишет. Я, в принципе, не слышал пения соловьё, соловья. Я не видела, как цветёт, я только видел, но я не успела насладиться этой черёмухой. Потому что работала. Да, Малаховку называли «Сиреневый рай». Вот Удельный, там, маленький Париж, а здесь, значит, маленький рай сиреневый. Потому что каждую неделю ставился новый спектакль. Вы представляете, как интересно? И когда я говорю на эту доску, смотришь и читаешь эти знаменитые фамилии махатовцев, это Карифеев нашего театрального вообще российского искусства, ты понимаешь, что ты... Ну, ничто по сравнению. Ну да, погружение в историю. Погружение в историю, да. Это вот маршрут. А следующий маршрут у нас есть, Малаховка экологическая, то есть связанная с природной, так сказать, средой Малаховки. Это и Македонка, это, так сказать, все достопримечательности. Вот лично я больше другие маршруты мои, так сказать, хотя я очень люблю Малаховку и работаю, но так сложилось, что есть экскурсоводы, например, Дарья Валерьевна, да, у нас Давыдова, она занимается именно Малаховкой, она малаховский житель. А я живу в Раменское, и мне, так сказать, не то что ближе, но получилось, что уже с того, что к раздаче попало, удельные те же дачные места. Значит, это Кратово, бывший, так сказать, Прозоровка, имение Голицыных-Прозоровских, и все это входило в их земли, да. У меня, значит, это Раменское, старое Раменское, это и озеро Борисоглебское, и усадьба Голицыных-Прозоровских. Ну, кстати, сейчас посещение усадеб вообще в Московской области, это такое обязательное действие. Вот сидят люди где-нибудь в Москве даже, да, они поехали нам в очередную усадьбу. Не все, конечно, восстановлены, но вот я тоже во многих побывал, и видно, что, да, они разбросаны, и везде имена, везде имена, потому что кто не мог, вернее, когда еще не было дач, все начиналось с усадеб, правильно? Ну, это и есть, в общем-то, оттуда приблизительно. Тот же Репин, у него дача была под Питером, да, а усадьба у него была под Витебском, огромный такой дом в таком замечательном месте, да, потому что все равно еще человеку творческому, да, ему нужно было куда-то вот туда подальше. И, как правило, если это творческие люди, дача, да, там, художника, писателя, поэта, ну, тот же Александр Сергеевич, понятно, что в Михайловском ничего настоящего не осталось, но природа-то осталась. Ну, не знаю, какой замечательный. Природа осталась. И там, наверное, не только Пушкин начнет. Тригорская еще, а Тригорская какая. Да, конечно. Я хотел сейчас еще Татьяне Юрьевне такой вопрос адресовать. Вот такая богатая всевозможными историями жемчужина у нас присутствует. Вот. Как с народом? Как идет посещаемость? Ну, вообще, в среднем, да, мы сейчас уже не о лете говорим. Вот насколько люди интересуются вот этой частью музейной истории городского округа Люберца теперь? Да, интересуются, особенно пешеными экскурсиями очень интересуются. Плюс мы по программе «Активное долголетие» активно вводим экскурсии пешей и выезжаем в другие муниципальные образования. Спасибо администрации городского округа Люберца. Выделяют и автобусы, и возим с удовольствием. Получаем положительные отзывы, и люди стоят и записываются. Вот. Плюс сейчас у нас, вот говоря о дальнейших планах, у нас подключить наш музейно-выставочный комплекс к программе «Пушкинская карта», где молодое поколение, да, от 14 до 22 лет сможет воспользоваться такими своими средствами, которые положены на эту виртуальную карту, прийти, оплатить и что-то узнать новое, интересное и в Малаховке, и в городском округе Люберцы. Вот. Плюс у нас еще онлайн много публикаций отдельно, и музейно-выставочный комплекс публицирует как и галерею, так и Краеведческий, так и Малаховский музей. Очень много публикаций в Дзене у нас идет по Малаховскому музею, о музейных предметах, музейных коллекциях. То есть как разкрутка такая идет. Музейных коллекций, да. Поэтому как бы социальные сети, интернет-пространство, очное общение. Все работает. Да. Ну, к сожалению, время нашей непешей экскурсии такой виртуальной по Малаховке подходит к завершению. А Татьяна Асина, буквально пару слов. Почему нужно съездить в Малаховск? Да Малаховка, ну это наша вообще подмосковная мекка. Я считаю, что в Малаховке, кто не был в Малаховке, тот не знает Подмосковья. Вот так вот. Так, а вы, Татьяна Асина, что вы скажете в завершении всем нашим, тем, кто еще не были в Малаховке, почему туда нужно поехать? За здоровьем, за здоровым образом жизни и за новым интересным. И за впечатлениями. Да. Спасибо вам огромное. Напомню, что речь у нас сегодня шла о Музее истории и культуре поселка Малаховка. Мы даже вышли за границей. Конечно, то, что Татьяна Васильевна Андреева нам рассказывала, методист музея, и мы видим, что это 1% из того, чтобы она нам хотела сегодня рассказать. Но, во-первых, я думаю, что мы еще не раз встретимся и поговорим о Малаховском направлении музейной деятельности. Тем более, что Татьяна Юрьевна Крюкова, директор музейно-выставочного комплекса городского круга Люберцы, часто у нас бывает. Так что не переживайте. Ну, а всем нашим жителям, особенно тем, кто интересуется историей, кто действительно хочет совместить и некое наполнение себя новыми впечатлениями, эмоциями, и здоровый отдых, и побывать, может быть, в каком-то другом веке даже, в хорошем смысле этого слова, то отправляйтесь в Малаховку. Ну, а мы завершаем нашу программу. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова